Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из 38-й беседы на первое послание к Арестинам, Святая Азлатоуст. Неумеренность в скорби причиняет великий вред. О чем, например, скорбишь ты? О том, что потерял имущество? Но представь тех, которые не имеют даже насущного хлеба, и ты тотчас получишь утешение. И при каждом бедствии не печалься о том, что случилось, а благодари за то, что еще не случилось. Ты владел имуществом и лишился его? Не плачь о потере, а благодари за то время, в которое пользовался им. Скажи с Ио вам, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Ио в 2.10. Вместе с тем размысли о том, что хотя бы ты потерял имущество, но тело твое пока еще здорово, и при бедности ты еще не страдаешь от расстройства тела, или тело твое также претерпело расстройство. И это не край бедствий человеческих, но еще ты находишься пока в средине их. Многие при бедности и телесном расстройстве бывают еще одержимы бесом, и скитаются в пустынях, иные терпят другие тягчайшие бедствия. Не дай Бог нам терпеть все, что можно терпеть. Таким образом, помышляя всегда об этом, представляй тех, которые терпят тягчайшие бедствия, и не скорби ни о чем подобном. Когда согрешишь, тогда только сокрушайся, тогда плачь. Этого я не запрещаю, а напротив требую, впрочем, и тогда с уверенностью. Помни, что есть обращение, есть примирение. Но ты видишь других в роскоши, в светлых одеждах и великолепии, а себя в бедности не на это только смотри, но и на и происходящее от этой неприятности. Богатство имеет только наружную светлость, а внутри исполнена мрака, а бедность напротив. Если бы открывалась пред тобой совесть каждого, то в душе бедного ты увидел бы великое спокойствие и безопасность, а в душе богатого смятение, смущение, волнение. Ты скорбишь, видя богатого, а он гораздо больше тебя скорбит, видя того, кто богатее его. Сколько ты боишься его, столько же он боится другого, и в этом отношении он ничем не лучше тебя. Видя начальника, ты скорбишь, что ты человек частный и подчиненный, но подумай о том дне, когда все переменится, и еще прежде того дня представь смятение, опасности, труды, ласкательство, бессонницы и все другие неприятности его. Впрочем, все это мы говорим тем, которые не знают любомудрие. Если бы ты знал его, то мы могли бы утешить тебя другими высшими побуждениями. Но теперь, пока нужно, представлять тебе побуждения низшие. Итак, когда ты видишь богатого, то представь и того, кто богатее его, и увидишь, что он в таком же положении, как и ты. Затем представь того, кто беднее тебя, и то, сколько людей засыпают голодными, теряют отеческие имения, живут в темнице и каждый день желают смерти. Ни бедность не рождает печали, ни богатство удовольствия. Но то и другое зависит обыкновенно от нашего рассуждения. Начнем снизу и посмотрим. Мусорщик скорбит и сетует, что не свободен от своего, по-видимому, тягостного и бесчестного занятия. Но если освободишь его от этого, и достаешь ему достаток в предметах необходимых, он опять станет скорбеть о том, что не имеет более необходимого. Если доставишь ему больше, он захочет иметь вдвое, и потому будет печалиться не менее прежнего. Если дашь ему вдвое или втрое, он опять будет скорбеть, что не имеет гражданского звания. Если доставишь ему и это, он будет почитать себя несчастным, что не принадлежит к первым гражданам. Получив и это достоинство, будет сетовать о том, что он не начальник. Когда сделается начальником, о том, что не над целым народом. Когда над целым народом, о том, что не над многими народами. Когда над многими народами, о том, что не над всеми. Когда сделается главным правителем, станет опять скорбеть, что он не царь. Если сделается царем, о том, что он не один. Один, если будет один, о том, что он не царствует так же над варварами и над всей вселенной, если бы над всей вселенной, о том, почему и не над другими миром. Таким образом, замысл его, простираясь в бесконечность, никогда не дозволит ему быть довольным. 2. Видишь ли, что, сделав даже царем человека низкого и бедного, не избавишь его от скорби, если не исправишь наперед его души, преданной любостяжанию? 3. А теперь изображу тебе противно и покажу, что благоразумный человек, хотя бы ты низверг его с высоты вниз, не предастся скорби и печали. 4. Будем, если угодно, не сходить по той же лестнице. 5. Не изведи мысленно правителя с седалища и лиши его этого звания. Он нисколько не будет скорбеть, если захочет представлять сказанное мною, потому что будет представлять не то, чего лишился, а то, что еще остается у него именно честь свойственной власти. 6. Если отнимешь и ее, он будет представлять людей частных, никогда не достигавших такой власти, и найдет достаточное утешение в своем богатстве. 7. Если лишишь его и этого, он будет смотреть на тех, которые имеют немного. 8. Если отнимешь и немного, и оставишь ему только необходимое пропитание, он будет представлять себе тех, которые того не имеют, но непрестанно терпят голод и живут в темнице. 9. Если вернешь его и в это жилище, он будет представлять себе одержимых, неисцельными болезнями и невыносимыми страданиями, и увидит, что он сам в гораздо лучшем состоянии. 10. Как тот, занимающийся очищением мусора, даже сделавшись царем, не найдет спокойствия, так этот, даже сделавшись узником, никогда не будет испытывать скорби. 11. Следовательно, не от богатства зависит удовольствие и не от бедности скорбь, а от наших помыслов, от того, что душевные очи наши нечисты и на чем не останавливаются, не успокаиваются, а стремятся в бесконечность. 12. Как здоровое тело хотя бы питалось одним хлебом, не подвергается болезням и полнеет, а больное хотя бы наслаждалось роскошью и разнообразную пищу, тем более слабеет, так обыкновенно бывает и с душою. 13. Молодушные в диадеме и неизреченных почестях не могут благодушиться, а любомудрые и в узах, и в оковах, и в бедности наслаждаются чистым удовольствием. 14. Посему, представляя себе это, будем постоянно взирать на тех, которые ниже нас. 15. Есть и другое утешение, но только свойственное любомудрим и превышающее понятие многих. 16. Какое же? То, что и богатство ничто, и бедность ничто, и бесчестие ничто, и честь ничто, что все это кратковременно и различается одно от другого только названием. 16. Кроме того, есть еще иное, большее, состоящее в том, чтобы представлять себе будущее страдания и благо, страдания истины и благо истины, и отсюда получать утешение. 16. Но многие, как я сказал, весьма далеки от такого образа мыслей, поэтому мы принуждены останавливаться на вышесказанных мыслях, чтобы тех, которые примут их, и постепенно возвести их к Высшим. 17. Итак, представляя все это, будем всячески благоустроять себя и никогда не станем скорбеть о вещах случайных. 18. Если бы мы увидели богатых на картине, то, конечно, не стали бы называть их блаженными, равно и бедных, изображенных там же, не стали бы называть несчастными и жалкими. 19. Между тем, они гораздо долговечнее наших богачей, ибо на картине богатой остается гораздо долей, нежели в действительности. 20. Первый часто остается в таком виде до 100 лет, а последний иногда, не насладившись даже один год своим богатством, вдруг лишается всего. 21. Посему, помышляя о всем этом, будем отовсюду ограждать душевное спокойствие от безрассудной скорби, дабы нам и настоящую жизнь провести с удовольствием, и сподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держава честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok